Статус вассала и новое поле боя. Как события в Украине меняют облики Европы? США постепенно выходят из украинского проекта, перекладывая бремя ответственности на Европу. Однако оставлять европейское поле боя американцы не спешат. Следующим прокси-полигоном США рискует стать Польша. Тем временем в Европе постепенно начинают понимать, в какие опасные воды заплыл европейский корабль под чутким управлением США. Но отобрать штурвал пока не решаются. Возразить американскому гегемону и сбросить вассальное ермо не так просто. Как события в Украине меняют европейскую действительность? С какими угрозами предстоит столкнуться европейцам? И как сегодня видят ситуацию западные эксперты и СМИ? Рассказываем в обзоре Белта. Германия – главный проигравший. Если не считать Украину, то главным проигравшим в нынешнем конфликте является Германия, пишет немецкое издание «Фокус». Россия оставалась надежным партнером для Германии на протяжении десятилетий. В период расцвета германо-российских экономических отношений объем торговли между странами составлял более 80 миллиардов евро. Разорвав связи с Россией, немцы лишились торгового партнера и потеряли поставщика дешевого газа. Сейчас Россия укрепляет сотрудничество с Китаем. Однако это не сулит ничего хорошего немецкой промышленности, ориентированной на экспорт. При этом США продолжают настаивать на том, что разрыв отношений с Россией должен сохраняться. Такой подход обусловлен в том числе тем, что Вашингтон действует в интересах американской промышленности. На фоне конфликта в Украине Германия теряет безопасность, процветание и репутацию в мире. «Нам следует подготовиться к жизни без американского опекуна и переосмыслить нашу внешнюю политику и политику безопасности», считает автор статьи Габбер Штейнгард. «Американцы уходят с европейского поля боя», считает Штейнгард. «Через несколько недель будут израсходованы средства из последнего транша помощи Украине, одобренного Конгрессом США». Республиканцы перешли к лозунгу «Америка прежде всего», а кандидат в президенты США от республиканской партии Дональд Трамп хочет победить, но не в Европе, а в штате Айова. Его оппонентом теперь является не Владимир Путин, а Джо Байден. Сегодня Трамп говорит, мы никогда больше не будем вливать неограниченные деньги в бесконечные войны. После США Германия является главным донором Украины. Однако, если измерить оказываемую помощь в процентах ВВП, то Германия отдает даже больше, чем Соединенные Штаты. 0,5% ВВП против 0,3%. Если американцы действительно прекратят военные поставки Киеву, то Германии придется потратить около 16% своего федерального бюджета на 2024 год, чтобы заместить помощь США. Иначе военное поражение украинской армии будет неизбежным. Таким образом, на фоне изменений в геостратегическом планировании США Германии придется значительно нарастить свой военный бюджет. Однако сомнительно, что немецкие власти смогут увеличить военные расходы, сохранив при этом благосостояние своих граждан, отмечает Штейнгард. Германия будет и дальше жить по соседству с Россией. Учитывая ситуацию в экономике, сфере безопасности, а также географическое положение, Германия должна переосмыслить внешнюю политику и реагировать, исходя из европейских, а не американских интересов, заключает автор статьи. Дядя Сэм ликует. Единственные, кто выиграл от конфликта в Украине, это США. Они избавились от своего главного конкурента в экономике – Европы. И под предлогом российской угрозы американцы нарастили военное присутствие в разных странах. Об этом говорится в статье, опубликованной на французском новостном портале Агоровокс. Сам факт начала конфликта в Украине уже стал победой для США. Американцы сделали все, чтобы разжечь нынешний кризис. Ни один здравомыслящий человек даже в мыслях не мог себе представить победу Украины над Россией. Однако западные СМИ утверждали обратное. Они даже обсуждали, как переименовать улицы Севастополя после победы. Тот факт, что никто не упомянул о возможном провале украинского контрнаступления, был самым явным признаком того, что спонсоры этой пропаганды прекрасно знали, что у украинцев нет шансов, а украинские войска, мнение которых никто не спрашивал, идут на верную смерть, говорится в статье. При этом у русских не было другого выбора, кроме как начать боевые действия. Россия была втянута в конфликт из-за пособничества вероломных европейских политиков, считает автор статьи. Конфликт в Украине дал возможность американцам избавиться от устаревшего оружия и нарастить обороты своего военно-промышленного комплекса. Кроме того, он позволил США серьезно ослабить Европу. В Вашингтоне прекрасно понимают, что гегемония США не может длиться вечно. В мире появляются новые центры притяжения. Одним из них становится Тихоокеанский регион. Соединенные Штаты рассчитывают удержать глобальное лидерство за счет развития отношений со странами этого региона. Однако для этого необходимо устранить соперников в лице европейцев. И самый простой способ – спровоцировать резкое повышение цен на энергию, из-за чего европейская продукция становится неконкурентно способной. Параллельно с этим можно саботировать европейские контракты, подорвать технологические отрасли и тому подобное. Американские союзники обрекли Европу на экономический спад, лишили нас дешевой энергии и сырья, надолго отделили нас от русских, уничтожили нашу дипломатию и показали всему миру, что у нас больше нет суверенитета. Американцы реквидировали собственные запасы устаревшего оружия и получили заказы на новое снаряжение. Доллар держится на спине у евро, но при этом все еще находятся дураки, которые говорят о поражении Вашингтона, резюмирует автор статьи. Последствия санкционного бумеранга Тот факт, что США зарабатывают триллионы долларов на войне, которые они спровоцировали в Украине, не является секретом. Но США также наживаются на санкциях против России и смеются над всем миром, пишет словацкое издание «Хлавный денник». Санкции – это инструмент экономического и политического насилия, призванный подчинить неугодные государства. Несмотря на то, что санкции, как правило, нарушают права человека, США активно используют их в своих целях, прежде всего, чтобы укрепить американское влияние и сохранить статус мирового гегемона. Задача США – подчинить себе весь мир и таким образом добиться нацистской цели. Нынешние события в мире все больше обнажают преступность американской политики. Бумеранг, брошенный американцами миру, вернется к ним назад в виде внутренних беспорядков, кризисов и, возможно, даже бунта американской общественности, которая постепенно осознает всю вредоносность американской политики. Причем не только за рубежом, но и на внутренней политической арене. Если американцы продолжат свою политику, то скоро окажутся в изоляции, и многие государства отвернутся от них. Этот процесс уже начался с формирования БРИКС из того, что многие страны Южной Америки, Азии и Африки отвергают имперскую политику США, пишет словацкое издание. Что касается европейских стран, то они уже чувствуют последствия санкционного бумеранга. ЕС, по указанию США, принял более 10 пакетов санкций против России. Однако эти ограничения приводят прежде всего к экономическому ослаблению европейских государств. На России санкции имеют ограниченный эффект, поскольку эта страна самодостаточна во многих сферах и имеет надежных партнеров в мире. Санкции здесь имеют эффект бумеранга. В конечном итоге они обедняют европейскую экономику и во многом вредят экономике отдельных европейских государств, в том числе и Словакии. Кроме того, санкции – это лишь пугало для восточноевропейских стран, которые по-лакейски или по наивности соблюдают санкции, отмечает издание. При этом есть свидетельства того, что США продолжают торговать с Россией, если это на руку американцам. Бытует фраза, что на санкциях лучше всего зарабатывать. И это правда. Вы устраняете наивных конкурентов, получаете более выгодные цены, получаете товары, которых где-то не достает, покупаете стратегическое сырье и так далее. Американцы с удовольствием торгуют с Россией в больших объемах. Россияне не против, потому что они сами решают, что и в каких объемах продавать американцам. США закупают у России нефть, зерно, редкоземельные металлы, удобрения, сырье для производства взрывчатки и даже уран. Например, США купили у России в первом полугодии 2023 года 416 тонн урана, что вдвое больше, чем они купили в 2022 году. Доля России в американском импорте возросла с 13 до 32%. Но общество европейских идиотов об этом не беспокоится, потому что оно не смеет возразить американскому гегемону, отмечает словацкое издание. Украинский конфликт, спровоцированный американцами, привел к следующему. Славяне убивают друг друга за американские интересы. Экономика Европы в упадке, Украина разрушена. К этому стоит добавить еще и колоссальный экологический ущерб. А что, если ввести коллективные международные санкции против США за их преступления, совершенные в мире, задается вопросом словацкое издание. Ирония судьбы? Или как Россия выиграла санкционную войну? Сейчас совершенно очевидно, что Россия одолела западные санкции, пишет издание Newsweek. Вместо коллапса российская экономика быстро растет. В ВВП России вырос на впечатляющие 5,5% в третьем квартале 2023 года. Окончательные данные за год еще не опубликованы, но рост российского ВВП за весь 2023 год должен превысить 3%. По иронии судьбы, у россиян дела идут лучше, чем у тех, кто ввел против них санкции. В 2023 году экономика США выросла на 2,4%. Тогда как экономика Германии сократилась, а рост ЕС в целом составил менее 1%, пишет издание. В период с февраля 2022 года по февраль 2023 года западные страны ввели в отношения России самый обширный комплекс санкций со времен Второй мировой войны. Однако рестрикции против тысяч российских граждан, предприятий и государственных учреждений вызвали лишь умеренную рецессию в 2022 году, которую россияне быстро преодолели. Как они это делают? Очень просто. У русских много золота, зерна, нефти и друзей. И все это они эффективно использовали, чтобы победить санкции, пишет Ньюсвик. В марте 2022 года государства-члены G7 заморозили резервы российского Центробанка на сумму 300 миллиардов долларов, что на тот момент составляло около половины валютных резервов России. Предполагалось, что это уничтожит российский рубль. Однако российский Центральный банк оперативно предпринял шаги по привязке рубля к золоту. Привязка действовала всего три месяца, но это дало Москве время перенаправить потоки энергоносителей из Европы в Азию и приспособить свою экономику к санкциям. Почти сразу же Россия развернула торговлю энергоносителями в сторону Китая и Индии, предложив им существенные скидки. Сегодня на эти две страны приходится 90% ее экспорта сырой нефти. Европа прежде получала 40% российского экспорта, теперь лишь 4-5%. Чтобы избежать западных санкций в отношении судоходства и страхования, Россия создала гигантский флот нефтяных танкеров, скупив и арендовав сотни судов, на которые санкции не распространяются. По данным Международного энергетического агентства, Россия на сегодняшний день экспортирует 7,5 миллионов баррелей нефти в сутки, что лишь немногим меньше, чем Саудовская Аравия. При посредничестве стран-партнеров Россия смогла обойти санкции при закупке высокотехнологичных товаров, в том числе микрочипов и автомобилей, пишет Ньюсвик. Таким образом, экономическая война закончилась провалом. На Западе сегодня можно услышать предложение о конфискации активов Центробанка России с целью передачи их Украине. Однако это очень глупая идея. Захват российских активов приведет к тому, что другие страны станут искать альтернативу доллару как резервной валюте. Ничто не могло бы так объединить российский народ в его ненависти к Западу, а также в поддержке президента Владимира Путина и решимости продолжать боевые действия, чем воровство того, что они считают своими деньгами. Собственно, так оно и есть. И как, по вашему мнению, на это отреагирует Путин? Ну, во-первых, он конфискует все западные активы в России. Готов ли Минфин США компенсировать потери владельцам этих активов, в основном немцев, задается вопросом Ньюсвик. Санкции легко ввести, но они редко срабатывают. Хотя они и создают впечатление серьезных мер, в реальности это лишь экономическая показуха. И, безусловно, санкции никоим образом не способны изменить ситуацию в Украине. У Киева нет людей, денег, артиллерийских снарядов, а также времени. Западу следует перестать давать деньги человеку с дыркой в кармане, резюмирует издание. Украинское оружие в руках террористов Сложно предсказать, когда завершится конфликт в Украине. Но эксперты по безопасности и спецслужбы уже сегодня прогнозируют, что произойдет дальше. И пытаются к этому подготовиться, пишет чешское издание Хлидаци ПЭС. Речь идет об утечке поставленного Украине оружия на черный рынок в Европе. Есть опасения, что из Украины будет вывозиться не только стрелковое оружие, но и зенитные комплексы, а также противотанковые ракеты. То есть повторится ситуация, которая произошла в 1990-е годы после окончания войны в бывшей Югославии. Наша главная озабоченность заключается в том, что в Украине имеется высокотехнологическое оружие, а также противотанковые и зенитные комплексы. И это может привести к огромным прояснениям, заявил пресс-секретарь Чешской службы информации и безопасности Ладислав Штиха. Такого же мнения придерживается и бывший глава отдела криминальных структур Центра по борьбе с организованной преступностью Сденек Махачек. Как только конфликт закончится, возникнет большая проблема. Это будет возврат в 90-е. В Украине у населения имеется огромное количество оружия, которое никто не контролирует. Невозможно установить, кто и когда получил то или иное оружие. От пистолетов, автоматов, снарядов до пулеметов. Как только будет заключен мир или хотя бы долгосрочное перемирие, в Европе начнется широкомасштабная торговля оружием. И никто не сможет это контролировать. Это станет проблемой. Получить доступ к нелегальному оружию будет намного проще, сказал Махачек. Риск контрабанды в Чехию и другие страны Европы украинского оружия признает и глава службы информации и безопасности Михаил Куделко. Как бы ни закончился конфликт в Украине, с оружием будет проблема. Одной из самых серьезных проблем – контрабанда оружия по всему миру. Этой угрозой сейчас занимается все разведывательное сообщество, в том числе в нашей стране, сказал Куделко. Эксперты опасаются, что западное оружие может отправиться из Украины прямиком в руки джихадистов и в итоге обернуться против Европы и США. Так, австрийское издание «Экспресс» сообщило, что украинский военный чиновник предложил продать ракетную установку джихадистам, которые планировали нападение на соборы в Австрии и Германии в минувшее Рождество. Кроме этого, Федеральное управление уголовной полиции Германии получило показания одного из подозреваемых, связанных с террористической группировкой «Исламское государство». По его словам, к группировке обратился украинец, который предположительно воюет в рядах ВСУ. Он предложил продать ракету для ЗРК «Стингер» американского производства. При этом украинец просил за ракету всего лишь 5000 долларов. Мужчина также сообщил, что он регулярно посещает Германию, пытаясь продавать военную технику на черном рынке. О том, что американское оружие пропадает в Украине, пишет и немецкое издание «Бизнес Инсайдер». По его данным, Пентагон не смог отчитаться за ракеты, ударные дроны и другое оружие, отправленное в Украину в рамках военной помощи. Совокупная стоимость пропавшего оружия оценивается в сумму более 1 миллиарда долларов. И это не первый раз, когда Министерство обороны США теряет контроль над вооружением и оборудованием, отправляемым в другие страны. Аналогичные ситуации происходили в Ираке, Афганистане, Кувейте и Йемене, отмечает «Бизнес Инсайдер». В конечном итоге утечка оружия на черные рынки становится головной болью для европейских стран, поскольку это угрожает их безопасности, пишет в свою очередь французское издание «Валер Актуэль». Польша – следующее поле боя. В последние недели в западных СМИ активно муссируется тема возможного столкновения стран НАТО и России. При этом своими прогнозами делятся не только эксперты, но и официальные лица на Западе. Нет, они не говорят о том, что подобную войну, способную уничтожить планету, ни в коем разе нельзя допустить. Наоборот, называются предполагаемые сроки, когда война может начаться – 5, 10, 20 лет. Если между Вашингтоном и Москвой все же возникнет конфликт, полем боя этих двух держав станет территория Польши. Об этом пишет польское издание «Незалежный дёник политичный». Новые власти Польши продолжают продвигать американскую пропаганду о мифической угрозе со стороны России. Эта пропаганда необходима, чтобы шантажировать Европу с целью оказания военной помощи Украине. Все прекрасно понимают, что Польша является незаменимым союзником США в НАТО, поскольку находится под полным влиянием США, как политически, так и финансово. В течение многих лет американцы превращали Польшу в главного союзника США, призванного занять место Западной Германии, которая была опорой НАТО в период Холодной войны, говорится в статье. Варшава играет ключевую роль в американской стратегии. Вместе с такими странами, как Литва, Латвия, Эстония, Украина и Румыния, Польша создает так называемый поезд безопасности вокруг России. И если возникнет конфликт между Вашингтоном и Москвой, польская территория станет театром военных действий. Уже не секрет, что США будут вести боевые действия на территории нашей страны. «Белый дом» строит инфраструктуру для быстрой доставки техники и солдат, создает военные базы, продает нам военную технику. Так, в 2022 году был открыт первый постоянный гарнизон американских войск в Польше, который будет оказывать инфраструктурную поддержку солдатам США, дислоцированным в Польше, отмечается в статье. Чтобы убедиться, что именно Польше предстоит стать эпицентром американской войны с Россией, достаточно прочитать сценарии маневров, проводимых США и НАТО на польской территории. Например, в этом году в Польше пройдут маневры «Атлантическая решимость». Их цель – проверить возможности Альянса по переброске войск в Европу. Американцы создают в Польше собственную армию. На территории страны уже дислоцируются более 10 тысяч американских военных. Не исключено, что в этом году количество американских солдат увеличится. Как заявил президент США Джо Байден, в 2024 году так называемый «восточный фланг Альянса» должен быть вновь усилен, и Польша будет играть в этом ведущую роль. Варшава – следующая жертва в списке американского гегемона после Украины. С этой точки зрения наш главный интерес – не позволить себе поддаться американской истерии и не начать новую войну. А также как можно быстрее положить конец украинскому кризису, чтобы прекратить использование нашей страны в качестве главного спонсора Киева и центра переброски военной и гуманитарной помощи Украине, резюмирует издание. Вассальная ермо Европы «Европа обретет шанс на выживание в том случае, если США и Украина проиграют в нынешнем конфликте». Такое мнение в интервью изданию «Лежурнал Де Дюманж» высказал французский историк и социолог Эммануэль Тодд. «Европа оказалась втянутой в конфликт, противоречащий ее интересам и ведущий к ее саморазрушению», говорит историк. По словам Тодда, на протяжении как минимум 30 лет западные пропагандисты создавали образ Евросоюза, который должен был стать автономным игроком и противостоять таким гигантам, как Китай или США. Когда коммунизм рухнул, Европа жила лучше, чем Соединенные Штаты. Однако затем все изменилось. Европейцы подписали Маастрихский договор, установили единую валюту, которая, как оказалось, не работает. Европа, за исключением разве что Германии, начала уничтожать собственную промышленность. С началом конфликта в Украине Европейский Союз исчез за спиной НАТО. Никогда ранее Европа не была так подчинена Соединенным Штатам, как сейчас. Ось Берлин-Париж была заменена осью Лондон-Варшава-Киев. «Новая ось управляется из Вашингтона и поддерживается скандинавскими и балтийскими странами, которые стали прямыми сателлитами Белого дома или Пентагона. Это может выглядеть парадоксально, но я считаю, что поражение НАТО станет победой для Европы, которая в таком случае обретет шанс на выживание», — говорит французский историк. «Он склонен полагать, что усилия США по отделению Германии от России, американцы одержимы этой идеей с 2004 года, в конечном итоге потерпят неудачу. В экономическом плане Германия и Россия являются взаимодополняющими странами, поэтому рано или поздно они будут сотрудничать. Поражение США и Украины откроет путь к их сближению, надеется тот. В любом случае впереди нас ждет два пути. Либо Соединенные Штаты в конечном итоге уйдут из тех стран мира, которыми они управляют и которых эксплуатируют, например, страны Европы, и мы с удивлением обнаружим, как над умиротворенной планетой встает солнце. Или же американский нигилизм втянет нас еще в более жесткие и опасные авантюры. «В таком случае нам всем придется подыскивать убежище», — заключает историк. О зависимости Европы от США и НАТО рассуждает и бывший министр финансов Греции Янис Варуфакис. В своей статье, опубликованной в издании «Анхерт», он приходит к выводу, что бездумная преданность европейцев НАТО ускорит постепенное скатывание Европы к статусу вассального континента. Такого же мнения в свое время придерживался французский военно-государственный деятель Шарль де Голь, который считал, что НАТО наносит ущерб суверенитету его страны. Варуфакис приводит факты из греческой истории, напоминая о том, как Соединенные Штаты вмешивались во внутреннюю политику Греции, способствовали свержению правительства и поддержали диктатуру черных полковников в 1960-х годах. Как в 1973 году греческие студенты, выступая против военной хунты, стихийно оккупировали Афинский политехнический институт. Тогда же на воротах кампуса они написали две фразы — «США вон» и «НАТО вон». Вскоре после этого в город вошла армия с колонны танков американского производства и подавила восстание. В течение нескольких недель после этого в полицейских казармах раздавались крики студентов, подвергаемых пыткам. По мнению Варуфакиса, события в тех дней объясняют, почему греки, которые с гордостью помнят сопротивление хунте, склонны иметь совершенно иной взгляд на НАТО, нежели восточноевропейцы. В глазах моих восточноевропейских товарищей НАТО выглядит как клуб государств, который окружает либеральные демократии защитным щитом. С их точки зрения членство в НАТО имеет решающее значение для независимости Украины. И мое предложение, чтобы страна держалась вне НАТО, выглядело предательством демократии. Напротив, мне, выросшему при фашистских режимах, которые не только пользовались благосклонностью НАТО, но и в значительной степени были созданы ЦРУ и функционерами Альянса, кажется абсурдным рассматривать членство Украины как ключ к ее демократическому будущему, отмечает Варуфакис. Он также вспоминает, как около 10 лет назад беседовал с бывшим начальником штаба сил НАТО в Европе. Американец, убежденный республиканец, достаточно откровенно ответил на вопрос, насколько эффективен сегодня Североатлантический Альянс. Это зависит от того, как вы определяете его цель, ответил американец. Данная цель состоит из трех моментов. Во-первых, это дает нам возможность оставаться в Европе. Во-вторых, позволяет не пускать в Европу русских. В-третьих, помогает сдерживать Германию. Ни один анализ роли НАТО в Европе не был более точным и пророческим, отмечает Варуфакис. Сегодня, когда продолжается конфликт в Украине и приближаются выборы в европейский парламент, перед европейцами стоит простой вопрос. Разумно ли предполагать, что наши демократии укрепятся, если мы передадим нашу внешнюю политику и оборону в руки НАТО? Иными словами, правительству США. Или же студенты Афинского политехнического института вместе с генералом Деголем были правы, опасаясь, что бездумная преданность НАТО ускорит постепенное скатывание Европы к статусу вассального континента? «Лично я всегда буду на стороне студентов», – заключает Варуфакис.